Добрый день, вы смотрите прямой эфир, сегодня 4 июля, 19.30, значит сейчас будем обсуждать интересные серьезные темы. У меня в гостях Наумов Сергей Александрович, директор института сердца. Тема у нас такая сегодня, федеральная и региональные сосудистые программы. Что это такое, для чего они создаются и к чему это должно привести. В России болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смертности населения и составляют 56,8% среди всех причин смертей. В Пермском крае более 113 тысяч больных с диагнозом ишемическая болезнь сердца, из них 55 тысяч это просто жители Перми. И это только те, кто обращаются к врачам, а сколько людей, которые просто не знают о своем диагнозе. Стационарная летальность острых инфарктов ежегодно. 5 тысяч, из них 21,3% погибают, то есть умирает фактически каждый пятый. Итак, 16 июля прошлого года был образован город сердца. Это такой большой федеральный центр. Сейчас мы просто попытаемся разграничить, кто чем занимается. С 1 июля 2012 года произошло разделение по направлениям деятельности между кардиохирургическим центром федеральным и между институтом сердца. Для понимания давайте объясним, где, кто, чем занимается. Давайте объясним. Начнем с того, что кардиологическая помощь вообще должна обладать несколькими этапами. То есть это этап амбулаторный, где больной появляется впервые, потом этап специализированной помощи, где он продолжает обследование и получает какой-то окончательный диагноз. Этап хирургического лечения в специализированных центрах. Если это необходимо. Если это необходимо. И уже этап высокотехнологичной медицинской помощи, которая должна производиться в центрах, обладающих наиболее мощными современными технологиями. И сейчас в Пермском крае такой центр появился. Он уже фактически заработал, пошли первые операции с 1 июля этого года. Вот это Федеральный центр сердечно-судистой хирургии. Это мы говорим о том, в Камской долине. Да. Который предназначен для выполнения плановых, высокотехнологичных операций на органах кровообращения. При заболеваниях сердечно-судистой системы. При этом мы должны понимать, что сам Федеральный центр не может существовать отдельно в отрыве от системы здравоохранения. Больные там ниоткуда не появятся, если система не будет работать нормально. Кроме того, целый пул больных, которые нуждаются и крайне нуждаются в кардиологической помощи, это больные с острой сердечной патологией, с острой коронарной патологией. Для этого в России в рамках программы Национального проекта здоровья была создана сосудистая, федеральная сосудистая программа, в рамках которой в каждом регионе создается сеть сосудистых центров. Крупных, которые называются региональными и более мелких, с другими немного функциями, которые называются первичные сосудистые отделения. С 2008 года эта программа начала развиваться в России. Мы о программе сейчас поговорим. Вы скажите, чем вы сейчас занимаетесь? Мы, институт сердца, сейчас после образования федерального центра будем заниматься как раз будем с основной частью этой, в данном случае, региональной сосудистой программы. То есть мы будем одним из региональных сосудистых центров, основной задачей которой будет оказание помощи при острых коронарных заболеваниях. То есть при остром инфаркте миокарда, острой нестабильности на кардии, ну и других состояниях. Ну вот смотрите, в России принята вот эта вот специальная сосудистая программа. К чему же она должна привести? Понятно, что вот я только что привела довольно страшные цифры, да. Все равно есть какая-то цель. Куда-то мы идем. Для чего-то это делается. Для чего? Безусловно, то есть и программы бы не было, если бы не было проблемы. То есть мы должны понимать, что мы должны быстро повлиять на, чтобы нам улучшить демографию, улучшить ситуацию в стране, быстро повлиять на те проблемные точки, которые существуют, особенно в области коллеги. Мы говорим о снижении смертности. Да, мы говорим, да. То есть мы хотим снизить смертность. В рамках программы это снижение смертности от сердечно-существистых заболеваний должно в общем составить 2%. Поверьте, эта цифра кажется небольшой. На самом деле кардиологи все меня поймут, это очень большая цифра. За каждой цифрой стоят люди, за каждой процент. То есть вы назвали цифры достаточно значимые, то есть 2% это очень много пациентов ежегодно будет спасать, будет выживать. Мы должны уменьшить выход на инвалидность по причине этих заболеваний, тоже примерно 3% в рамках этой программы. И мы должны уменьшить количество дневной способности, в конце концов, то есть в времени, которое человек проходит на больничном и не работает. Так, вот смотрите, цель понятна. Теперь давайте попытаемся разобраться, разложить по полочкам, как этой цели достигать. Вот формальный сосудистый центр начнет работать когда? С 1 июля, да? Формально программа, то есть Пензенский край вступает в федеральную сосудистую программу с 1 января 2013 года. С 1 января. К этому моменту все центры должны быть готовы. Они должны быть уже полностью оснащены и аппаратурой, и укомплектованным медицинским персоналом. Правильно я понимаю? Вот насколько сегодня они оснащены и укомплектованы? Ну, я, наверное, не вправе говорить за всех. Я ситуацию знаю по своему медицинскому учреждению, но мы в таких несколько уникальных условиях существуем. На самом деле, фактически, мы по наличию помещений, по наличию оборудования, минимально необходимого, по наличию технологий, которые мы уже освоили, работая в рамках кардиохирургического в свое время центра, уже сейчас готовы оказывать помощь при острых коронарных состояниях. У нас есть для этого необходимое оборудование и, скажем так, набор помещений. То есть аппаратура есть? Да. Но мы находимся в такой, можно сказать, уникальной ситуации сейчас, когда на основе кадрового состава Института сердца создается федеральное учреждение, то есть Федеральная Центра речно-сутистой хирургии. То есть, грубо говоря, люди, которые работали в Институте сердца, сейчас уходят в Федеральный Центр. За кому? Ну, это, да, это, естественно, приоритет, это федеральная программа, то есть и мы обязаны это сделать, это мы должны, то есть и мы к этому шли. И надо сказать, что долгие почти пять лет, то есть мы готовились, и кадры готовили именно для создания Федерального Центра. С появлением сосудистой программы, конечно, появилась серьезная кадровая проблема. И особенно остро она вот появилась вот сейчас, когда Федеральный Центр реально заработал. Ну, нужно понимать, что примерно равное штатное количество сотрудников в Федеральном Центре в Институте сердца, разные цели и задачи не менее важны в Институте сердца и в Федеральном Центре. И сейчас нам нужно обеспечить работу кадровой. Я знаю, что такая же похожая проблема стоит перед другими сосудистыми центрами, и эта проблема озвучена и в программе сосудистой, на это выделяются деньги, но быстро это не делается, как правило. То есть кадры, такие специализированные кадры готовятся не быстро. Ну, у вас сейчас прямо такая возможность, зовите врачей к себе, пойдут работать. Врачей и медсестер, первую очередь медсестер. В Чехии после принятия подобной программы, о которой мы говорим, удалось снизить смертность по инфарктам до 5-6%. Для сравнения, у нас это цифра 16-19%. То есть у нас умирает каждый пятый. То есть Чехам удалось снизить количество летальных исходов практически в 4 раза. Мы же говорим о 2%. Это понятно, что это, видимо, потихоньку это будет делаться. Ну, не 2%, а на 2% общая смерть всего населения от сердечно-судистых заболеваний. То есть это, надо понимать, достаточно большая цифра. И одной из точек, на которые можно повлиять достаточно быстро и эффективно, это вот именно острое коронарное состояние, то есть инфаркты и нестабильность инокардии. С помощью создания особой технологичной системы, с внедрением в эту практику высокотехнологичных методов. Мы сначала говорили о центрах. В Чехии эти центры есть, и они находятся на удалении друг от друга в 70 километрах. Порядка 70 километров. Это приоритетный национальный проект, и они достигли... У нас эти центры тоже будут географически разделены. Вот в идеале, как это будет выглядеть? То есть за каждым вот таким медицинским учреждением будут закреплены отдельные районы, там, я не знаю, улицы. Как? Ну, мы бы, конечно, хотели, чтобы у нас было как в Чехии, но, к сожалению, наши территории и наши ресурсы нам этого пока, по крайней мере, не позволят. Хотя к этому, конечно, надо стремиться. Поэтому мы организуем эту программу так, как мы считаем возможным в рамках той страны и тех условий финансовых и так далее, как мы существуем. И тех развитых технологий. Поэтому и было принято решение, что будут создаваться крупные центры, которые будут обслуживать, будут расположены в точках, где наибольшее скопление населения. То есть сейчас в городе Перми будут образованы, например, три региональных сосудистых центра. Это ваше институт сердца? Каждая из которых, да, это мы, это краевая больница номер два института сердца, это четвертая городская больница, и это местная часть номер 11, то есть которая будет обслуживать удаленный наш район, Кировский и приближенная территория Пермского края. Вот смотрите, у медиков существует такое понятие, как золотой час. Ну, собственно говоря, вот, видимо, именно этим золотым часом и обозначены вот эти километражи, потому что надо вовремя довести человека. Что это за золотой час? Почему так важно за этот час довести человека и начать уже что-то делать? Да, золотой час уже вошел не только в медицинский обиход, но и в общественный язык. Золотой час. На самом деле принципиальное значение при лечении острой коронарной патологии, острой сердечной патологии имеет время. То есть счет идет буквально на секунды. От обращения пациента, конечно, целая большая проблема, почему пациенты у нас обращаются не своевременно, но он предположим обратился, была вызвана скорая помощь. Так вот, от момента приезда скорой помощи до начала оказания ему специализированной помощи должно пройти, ну, в идеале, не более часа. Конечно, то есть на самом деле при остром состоянии, при котором возникло, то есть процессы, необратимые процессы мышц и сердце начинаются через несколько минут и продолжаются максимум до 4-6 часов. То есть вот в этот промежуток от 30 минут до 4 часов можно еще как-то исправить ситуацию. И чем дольше мы приступили, чем дальше по времени приступили к лечению, тем меньше шансов, что мы спасем жизнь, ну, либо сохраним мышцу сердца и качество жизни, если человек переживет эту ситуацию. Вот поэтому вся сосудистая программа… Вот в идеале, в идеале, как это должно выглядеть? Боль за грудиной, человек вызывает скорую, да, ну, например, никогда не подозревал, что у него есть проблемы с сердцем. Приезжает скорая, скорая знает, куда везти? Скорая, безусловно, знает. Она и сейчас знает, но сейчас система немного по-другому построена. А когда мы создадим сеть этих центров, скорая будет знать, вот где случился приступ, где скорая впервые столкнулась с пациентом. С этого места по расстоянию, по времени доезда должна привести его в ближайший центр, который обладает вот такими технологиями, современными технологиями. И дальше как эти технологии начинают работать? В идеале скорая помощь должна доехать за 10-15 минут от места взятия до лечебного учреждения, где есть эти технологии. Дальше пациент должен буквально максимум в течение 30-40 минут быть коротко обследован в приемном отделении. Ну, на западе называется emergency room, то есть или у нас это будет называться комната интенсивного наблюдения. И будет принято решение, действительно ли это тот диагноз, с которым его привезла скорая помощь. Все, диагноз поставлен. Дальше пациент после необходимого короткого обследования попадает в кабинет рентген-хирургических методов диагностики и лечения. То есть в кабинет, где расположен аппарат, который мы называем ангиографией и ангиографом. И ему проводится необходимое в этом случае исследование ангиография. Скажите, что это такое? Ангиография – это очень информативное исследование. Крадищее вещество? Да. Вводится контрастное вещество. Контрастное вещество смешивается с кровью, и кровь становится видна под рентгеновскими лучами. И можно увидеть, есть или нет, например, бляшка, тромб. Мы можем увидеть сердце, мы можем увидеть тромбы, можем увидеть любые сужения, можем увидеть всю анатомию сосудов сердца. Если мы выявляем, что какая-то артерия, грубо говоря, забита тромбом, мы именно на эту артерию можем воздействовать прямо в течение этой процедуры. То есть уже начинаются лечебные мероприятия, которые происходят в двух вариантах. Либо вводится препарат, который мы называем фибринолитиком, и пытаемся растворить этот тромб. Но более лучший вариант – это мы проводим так называемую транслюминальную ангиопластику. То есть вводится баллончик, маленький баллончик внутрь коронарной артерии, раздувается в месте сужения, и тем самым восстанавливается кровоток. Бляшка как бы вжимается. Я так понимаю, что это такая малоинвазивная, или как это правильно называть? Поправьте меня. Можно, да, этот термин вполне допустимый – малоинвазивная процедура, то есть больной находится в сознании, то есть с ним можно общаться. То есть ему грудь никто не распорол, не раскрыл, и там ничего не делает, да? Ну, в данной ситуации да. Сколько восстановления период после таких манипуляций? Если нам удалось всё сделать быстро, то есть в течение тех временных промежутков, которые мы обозначили, то если мы оборвали течение инфаркта, то восстановление идёт очень быстро. То есть через 3-5 дней человек, в общем-то, может приступать к работе. Не просто быть выписанным, а приступить к обычной своей обыденной деятельности. Вот мы с вами сейчас только что проговорили про эти центры, про время доезда, про то, что это будет, ну, такая цепочка.